Добрый день! С вами Наталья. Сегодня мы поговорим о пасынках. Что такое пасынок? Это когда в пазухах листьев вашей фиалочки, розетки и фиалки, появляются новые листочки. Это со временем образуется новое растение. Это хороший способ вегетативного размножения вашей фиалочки. Почему я их не убираю в данный момент? Я уже неоднократно говорила, что я не очень хочу заниматься фиалками. Для меня была большая травма, когда они у меня начали погибать из-за кокосового субстрата. И я решила просто ими не заниматься. Но не буду повторяться. Кто заходит, тот знает. А кто заходит редко, могу сказать, что ставить у меня просто особо некогда. Да и некогда в данный момент заниматься этими прекрасными нежными растениями. Почему я решила не удалять? Потому что вот, наконец-то, сейчас покажу, свет как-то падает, секундочку. Зацвел подарок моей дочери, который я спасала, который был в ужасном состоянии. Вот такая красотулька, не передает цвет, как-то падает. Она более такая насыщенная, розовая. Вот у нее везде здесь цветоносы, заложились бутоны. И образовался пасынок. Бытует мнение, что если на розетке образовывается пасынок, он задерживает цветение основного растения. Ну, не скажу вам нет. Вот, пожалуйста, видите, сколько кроме пасынка заложено цветоносов. И она прекрасно цветет. Эта красавица фиалочка. Для того, чтобы размножить, можно размножать не листиками, не цветоносами, а пасынками. Почему я оставила? Потому что у меня всего лишь две фиалки. И от листиков есть в виде образованной деточки. Поэтому я хочу, чтобы у меня была... Все-таки это болезнь, наверное. Кто любит комнатные растения, любые, это болезнь. Кажется, что вот-вот ты уже не будешь ими заниматься. Но невозможно. Все равно хочется радоваться такой красоте. Так что пасынки я пока не убираю. Когда этот пасынок отрастет побольше, я вам покажу, как я его буду убирать. В смысле, не убирать, а отсаживать. Ну что, дорогие друзья, всего доброго. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.